Было бы преуменьшением сказать, что отношения Великобритании и США вышли на начало в 1812 году после ракетного выстрела, но чуть более столетия спустя они боролись плечом к плечу в Первой мировой войне, что очевидно ставит вопрос, когда Британия и Америка стали союзниками. У них была точка, с которой они активно не любили друг друга. Даже сразу после независимости Америки, Великобритания до сих пор имела прочные экономические связи, но это не говорит, что всё всегда было здорово между ними. Также были некоторые довольно серьёзные конфликты интересов в период после войны 1812 года. Первым и, пожалуй, самым очевидным было это основание доктрины Монро в 1823 году. Он пригрозил военной интервенцией взамен на конец любой новой европейской колониальной политики в Америке. И для Британии это было потенциальной проблемой, потому что она имела экономический интерес в Южной Америке. На самом деле это не было большой проблемой, потому что в 1833 году она высадила силы в Фанклендских островах, и США ничего не сделали. В 1842 году США попросила не вмешиваться в Великобританию на Гавайи, за которыми Британия внимательно следила, потому что американская международная власть была растущей. Именно тот факт, что Америка была великой страной, чья власть, чей интерес больше не может быть игнорируемым, который будет доминировать в англо-американских отношениях в следующий век. Поэтому следующим крупным событием, которое могло бы изменить англо-американскую динамику, была американская гражданская война, которая началась в 1861 году. Британия уже отменила рабство в этот момент, и чтобы вы могли подумать, что это бы предпочтет сделать Соединенные Штаты над конфедеративными? Нет. Британия особо не влияла на конфедерацию в своей электоральной практике, потому что у нее была бедная экономика в основном за счет импорта хлопка. Британия формально признавала конфедерацию, англо-американские отношения сильно пострадали от того, что называется делом Трента. Это было то, что правительство США захватило корабль с конфедеративными дипломатами, отправленные в Британию, что в Британии выглядело как «США говорят, кто может и кто не может говорить». Британия обиделась, поэтому она построила очень мощный военный корабль для конфедерации, и после того, как гражданская война закончилась, Британия выплатила компенсацию Соединенным Штатам. Таким образом, за 50 лет до Первой мировой войны США и Британии было все равно друг на друга, так что это изменило. Хорошие отношения на самом деле начались улучшаться во время британского пограничного спора с Венесуэлой в 1895 году. Это спровоцировало маленький кризис. По отношению к Британии, Америка вела себя отлично, и Британия была в спокойствии. Для Америки, принимая американский арбитраж, Великобритания уступила право влиять на Южную Америку. После поражения Испании в 1898 году Америка стала глобальной империей, и британское глобальное положение быстро менялось под угрозой со стороны России и недавно сформированной Германией. Великобритания давно практиковала политику изоляционизма с уважением к другим европейским державам, но так как они тоже ставали индустриальными, это была потенциальная угроза британскому положению. Таким образом, ее самый подходящий союзник стал, казалось бы, Соединенные Штаты, так как они влияли на полмира, плюс они говорили на одном языке. На рубеже 20 века, при президенте Теодоре Рузвельте, США и Британия действительно начали ставать друзьями с одной внешнеполитической позицией. Они ненавидели Германию. Из-за этого Британия отодвинет свой флот от своих карибских колоний назад в Британию, защищаться от Германии, в то время как безопасность в карибском бассейне отдастся США. После Первой мировой войны из действий Германии, таких как атаки на подводные лодки США, телеграмма Циммермана и возможность того, что если Великобритания и Франция проиграли бы войну, они бы не оплатили американские кредиты, стали повод для улучшения отношений между Францией, Британией и США. Вмешательство США на их стороне и от этого далее, это точка прекрасных отношений между США и Великобританией, что были в основном в тех же политических лагерях. Продолжение следует...